Всем привет! В этом видео я хотел поделиться, как я в домашних условиях отполировал V50. Я вам покажу, какие инструменты я использую и какой процесс. Я не профессиональный детейлер, поэтому строго не судите. Тем не менее, вот такого результата я смог добиться. Да, это не 99%, но я к этому и не стремился. Машина затерта не сильно, я бы сказал. Но тем не менее, мы уберем все эти мелкие царапины от моек. Значит, машина была хорошо отмыта перед тем, как приступить. И заняло несколько дней, так как это очень и очень большой труд отполировать весь кузов. Приступим! Значит, рукой вы ничего не почувствуете, но если вы возьмете какой-то пакет и проведете по поверхности двери или любого элемента, вы почувствуете кучу точек, кучу неровностей, которые обычной рукой вы просто не ощутите. Вот так можно проверить, если вам нужно делать глинкой. Вот, допустим, у меня есть новый кусок, который я не буду открывать, он мне не нужен. У меня есть уже использованный. Значит, машина отмыта, обильно брызгаем какой-то раствор или воду, или, как в моем случае, я использую быстрый вакс. И глинкой мы ее разминаем, разогреваем руками, делаем такую, как бы, плоскую поверхность глинки и тщательно обрабатываем, не пропуская элементы двери. И посмотрите, вот верхнюю часть двери я сейчас закончу, посмотрите, что она на себя смогла забрать. Вот такой мусор, вот такую грязь глинка на себя берет. Потом просто ее заминайте и новой поверхностью продолжаете работать. Вот нижняя часть машины будет самая и самая загрязненная поверхность. Также можно и стекла обрабатывать. И посмотрите, я буквально провел немного и вот столько грязи, битума она на себя взяла. Теперь вытираем насухо и проверяем еще раз. Есть определенные точки битума, большие, которые глинка не возьмет. Вот, к примеру, точка, которую глинка не берет. Поэтому я просто аккуратно некоторые точки, как вот еще вариант, просто убираю очистителем, карбюратором или очиститель тормозов. Нужно очень аккуратно, так как это очень резкий, сильный продукт. Брызгаю на микрофайбер тряпку и убираю эту точку. И вот еще одно место. И так, не спеша, внимательно смотрю, чтобы избавиться от всех этих точек. Теперь для более наглядного результата я поделю почти напополам. И буду работать над вот этим небольшим куском поверхности. Использую Магуайрс химию и у меня вот такой Магуайрс Dual Action Polisher, который у меня уже много лет и верно мне служит. Немного накладываем на поролон и работаем. Проверяем и видим, что все царапины не ушли, поэтому придется еще разок пройтись. Тем не менее, посмотрите, какая разница. Этот продукт не сильно агрессивный, поэтому я сильно не переживаю, что я сотру весь лак. И я делаю полировку очень редко, поэтому никаких замеров толщины лака я делать не собираюсь. Просто хочу аккуратненько пройти, чтобы был отличный зеркальный вид у машины. Магуайрс И как мы видим, разница очевидна. Всего лишь один проход и вот такой результат. И так повторяем всю машину. Это очень-очень долгий, тяжелый процесс. После того, как я отполировал, беру у меня вот, допустим, вот такой Zimmel Wax. Мне очень нравится этот продукт. Одна банка стоит 50 баксов канадских. Просто наношу его, у него отличный запах, он отлично отталкивает воду. Керамика я никогда не пользовался, может быть, как-то попробую. Но ваксом тоже хороший результат выходит. После того, как я вакс нанес, чистенько макрофабер, просто его стираю до блеска. И все, кузов защищен и будет отталкивать воду какое-то время. Вот такой результат у меня получился. Особенно самые затертые места это пол низ машины, то есть низ дверей. И теперь посмотрим, как она выглядит при дневном освещении. Вот такой результат. Машинка блестит, отражает как зеркальце. Да, это непрофессиональная полировка, но я никому не платил. Это мои руки, мои инструменты. И вы можете тоже получить такой результат. Единственное, после такого труда, после того, как вы отполировали машину и покрыли кузов воском, старайтесь ее мыть тоже соответственно. То есть используйте правильную технику мойки, используйте чистые тряпки, не трите на сухую. И старайтесь следить, чтобы опять не поцарапать краску, чтобы как можно дольше машина выглядела вот так, как она выглядит сейчас. Надеюсь, вам это видео понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и до скорых встреч! Спасибо, пока-пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!